Всем привет! Еще одно видео, в котором я хотела поговорить о своей небольшой такой парфюмерной цели. У меня очень-очень много пробников. Поскольку я парфюманьяк, можно сказать, то, во-первых, все продавцы люксовых других парфюмерных магазинов меня знают и всегда предлагают мне попробовать что-то новенькое. А во-вторых, имею я большой интерес рассказывать о парфюмах. Ну, хобби у меня такое. И поэтому я решила наконец-то приступить всерьез к своей большой коллекции пробников и начать более серьезно воспринимать пробники и описывать парфюмы, даже те, которых у меня нету полной банки. Хотя полные бутылочки у меня большое количество, и о них я тоже буду разговаривать. Но я хотела бы немножечко избавиться от некоторого количества пробников, потому что слишком уж их у меня много. Давайте посмотрим, какие я выбрала на теперешний момент. Что меня вдохновило, так сказать, небольшой мини-подвиг? Это то, что я на самом деле скоро опять улетаю по делам на некоторое время, и мне нужно взять с собой было парфюм, поскольку я тяжело переношу, когда у меня один или даже два с собой, я люблю немножечко больше вариаций, то я решила, почему бы мне, пока я путешествую по делам, не попробовать несколько пробников и, может быть, о них составить какое-то мнение, поскольку это один из очень таких базовых путей познать парфюм или узнать о нем немножечко больше, узнать, работает ли он для меня и решить, может быть, я хочу купить полную версию, может быть, нет, может быть, рассказать об этих парфюмах. Давайте посмотрим, что я с собой возьму. Это несколько очень разных парфюмов, которые я хочу попробовать в ближайшее время. Итак, есть у меня тут старые любимчики и есть довольно-таки новенькие. Итак, во-первых, пару пробников от Dior. У меня есть два небольших пробника Miss Dior. С этим ароматом я, в принципе, знакома. Хорошо он мне напомнится этими пробниками. Это не мой любимый аромат, я его уважаю вполне, но не тянется у меня к нему нос, не хочется приобрести в полном формате, у меня его никогда не было. Поэтому вот у меня здесь два Miss Dior в формате туалетной воды. Я еще раз его попробую, может быть, чуть попозже расскажу об этом аромате, но желание купить у меня этот аромат не вызывает. Дальше у меня классический с J'adore, который у меня в свое время был. Это Eau de Parfum. У меня был флакончик J'adore, я его закончила, но не купила еще один. Поэтому еще раз поношу, может быть, у меня возникнут какие-то воспоминания или желание его опять купить. Пока не знаю. Парфюм для меня новый. Это Tom Ford Noir Pourfum, то есть женский вариант Noir от Тома Форда. Этот аромат я вообще никогда не пробовала, поэтому, может быть, когда-то и сбрызнула себе на руку или, может быть, на запястье, но не помню совершенно и хотела бы еще обновить. И попробовать его еще раз обязательно напишу о нем, что я думаю. У меня есть Gucci Bamboo пробник. Этот пробничек я хочу использовать, потому что Gucci Bamboo мне, в принципе, нравится, но там есть некоторая металлическая нотка, которая предотвращает у меня желание купить полный флакончик. Может быть, в будущем я его куплю, я не уверена. Я несколько раз пробовала этот парфюм, но не очень уверена, что он мне нужен. Еще один пробник из расхода, чтобы понять, попробовать, нужен ли мне этот парфюм или нет. Хотя у меня к нему душа лежит, но там есть что-то такое, что меня останавливает пока. Дальше у меня на пробу L'Isfantier Neige. Я пробовала в магазине этот парфюм. Пробника у меня еще не было, не возникло желания купить, но хочу еще раз попробовать, чтобы быть уверенной, что нет желания купить. И дальше три аромата, которые у меня, все три есть в моей коллекции в большом формате. Эти я беру с собой, чтобы у меня было что-то, с чем я хорошо знакома и что я люблю. На случай того, что куда-то нужно по делам, например, идти, чтобы можно было носить парфюм, в котором я уверена себя чувствую, а не новый какой-то, который я пробую только. Итак, сейчас мы говорим о, во-первых, Chellemare. Это, конечно, мой любимчик, это De Parfum. Но это в версии Souffle de Parfum. Я очень люблю эту версию. Это довольно-таки новый выпуск. На мой взгляд, занимает чуть ли не первое место Chellemare для меня. Из всех фланкеров Chellemare, наверное, самый лучший. Я, ну, для меня, во всяком случае, да, это самый лучший фланкер Chellemare. В последнее время я его предпочитаю оригинальному парфюму, должна сказать. Настолько он мне нравится, это лимонная, лимонный meringue pie. Очень-очень вкусный, прелестный аромат. Исключительно очаровательный, но носибельный в любое время, в любом месте. Я люблю такие парфюмы, которые версатильнее. Следующий это Insolence. Это цветочный, приятный, сладкий аромат. Мне он тоже нравится. У меня он есть в полной версии, конечно же. Я тоже беру с собой, потому что я знакома с ним очень хорошо и понимаю, куда мне хотелось бы его носить. И, конечно, в последнюю очередь это La Petite Rume Noire de Parfums от Guerlain. Этот парфюм у меня тоже есть в полной версии. Обязательно о нем в скором времени расскажу. Есть у меня желание его вытащить и покользоваться им как следует, приложиться. Поэтому, может быть, это меня заставит в мою следующую ротацию включить его. Итак, некоторые парфюмы у меня раньше были, некоторые парфюмы я раньше пробовала, некоторые парфюмы у меня сейчас есть. Поэтому, я думаю, это хороший такой выбор у меня здесь. У меня здесь много всего, из чего можно подвыбрать. Мне кажется, очень удобно путешествовать с такими вот пробничками, потому что они занимают много места, и в то же время вы получаете большое количество разных ароматов. Надеюсь, у вас все хорошо. Хорошего дня. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok